Смотрите, откроет сейф, сейфа вытащит две коробки, под коробкой будет коробка с деньгами. Стоп, стоп, стоп. Вот, видно внизу коробка с деньгами. В коробках доллар и евро отечественная валюта больше 22 миллионов рублей. Эта запись с камер наблюдения – серьезное доказательство против сотрудницы банка. По версии следствия, именно эта женщина вытащила из кассы огромную сумму денег. А вот очень похожая на нее, но уже в подъезде жилого дома. Следующее видео снято здесь же, глубокой ночью. По лестнице спускается фигура в черном с чем-то увесистым подлинной курткой. Предположительно, это и есть бежавшая кассирша. Больше ее никто не видел. В банке, где 9 лет работала пропавшая женщина, сегодня немногословны. Но в то, что их коллега пошла на преступление, не верят. Я не верю в это. Я не знаю, что это было. Человек отработал в банке более 9 лет. Все, все, что я могу сказать. Почему именно через 4 дня вообще обнаружили пропажу? Я понимаю, что всем очень интересно, но как бы именно операционная кассовая деятельность, я вам не буду рассказывать. Это отделение единственное на весь город. Возможно, это объясняет, откуда в банке оказалась такая солидная сумма. А вот почему пропажу обнаружили через несколько дней, ответа на этот вопрос нет. Теперь эта привлекательная блондинка известна на всю страну. Ей 30, и у нее гетерохромия. Один глаз у нее карий, другой зеленый. Соседи о женщине отзываются хорошо и говорят, а таких новостей самим дурно. Понимаете, мы с ней часто встречались на площадке. Если что-то надо помочь, она всегда поможет. И вот когда вот это начало милиции ходить, спрашивать, что она потерялась. Я целую ночь не спала, потому что мне сказали, что она просто потерялась. На другой день тут мужа вызвали на обыск. Он там ходил, понятым был. Ну, ему сказали, что не распространять. То, что эти миллионы пропали. Ну, он пришел, мне, правда, в тихушку сказал. Я промолчала, никому ничего не говорю. Вечером уже слышу по интернету. Важный момент. Первый. Об исчезновении женщины в полиции сообщила ее мама. И только после этого стало известно о пропаже кругленькой суммы. Но с журналистами родные общаться отказались. Ну, понимаете, позиция родственников, она очень важна сейчас. Мужа подозреваемой нет ни дома, ни на работе, а саму 30-летнюю кассиршу подозревают в присвоении и растрате. Если женщину найдут и подозрения подтвердятся, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Анастасия Тиль, Светлана Саянко и Дмитрий Шевцов. Енисей. Новости.